Приветствую, друзья! Продолжаем наше великолепное прохождение за величайший дом Дагад. Дагад Ура, мы всех убьем. Да, это мы. Вот, ну, наша вторая серия. Я ничего не ходил, не менял, не дополнял. Единственное, только вот в призрачные вратах пополнил нашу армию двумя... Афиг бы там не пополнял я еще. Сейчас пополнил двумя генералами. Сразу их сюда перебазируем, тем самым повысим численный состав нашей армии. Ну и будем жать кнопку, кнопку конец хода. Это наш третий, третий ход. Ну и сейчас по шустрому здесь все пробежит. Посмотрим, может где-то что-то появится, промелькнет, так сказать. Может наш отряд, он атакует имперцы, но нет, нет. Кстати, новая невеста. Мы так еще и не смотрели нашу родословную. Сейчас обязательно посмотрим. Появилась у нашего Эндуса жена. Жена. Но она ему ничего не дала. Как бы это ни было печально. Так, наняли мы агента. У нас появился жрец. Жрец. Которого мы сразу же засовываем в призрачные врата, в эту прововку. У меня, кстати, я почему-то не вижу еще одного жреца. Который стоял возле города. Он в город почему-то не залезет. Так, ну давайте нам тебя вот сюда вошлем. Ну видите, здесь на самом деле, по-видимому, нету прохода. Печалька, печалька. Ну-ка. А, есть таки проход. Есть проход вот здесь, по горам. Я бы его на самом деле надо было перекрыть, чтобы к нам неожиданно не пришли. С другой стороны, пока что в этом нет необходимости. Потому что у нас армия стоит во вратах. Ладно. Дальше. Доклад строительства. Алтар видений построен во вратах. И Дага Турия у нас построил склак отродий. Где можно теперь нанимать рабов пепла, пепельных упырей и пепельных отродий, друзья. Это не шутя. Появился уже новый член семьи нашего дома. Дагад и Енос. Это тоже великолепно. Давайте посмотрим на генологическое древо. Как видим, наш лорд Дага Тур. Минут 39. Правитель. Ну, к сожалению, иконки женщин у всех одинаковые. Да и у Таготов тоже они все одинаковые. Все к одному. Четыре одинаковых. Ну, что это такое? Это плохо, конечно. Я надеюсь, в новой версии это дело поправят. Там вроде писали, что они это поправили. Но ничего страшного в этом нет. Пускай будут одинаковые. Он малец, уже другая. Он вообще нормальный. Итак, 16.20. Здесь 19.16. В общем, нормально. Надеюсь, эти два обормота тоже найдут себе свою вторую половину. И у них все будет хорошо. Так, значит, мы построились. Построились во всех наших городах. Все построилось. Что нам теперь надо? У нас 16.000 есть. У нас теперь, кстати, вырос доход на косарь. Неожиданно. Неожиданно. А почему-то... А, ну врата-то тысячу приносят. Ну да, все логично. Логично. Ну давай смотреть. Итак. Наши новые ребятюньки. Ребятюньки. Пепельные рабы. Пепельные рабы. И я немного в шоке. Друзья, я немного в шоке. Ну, во-первых, должен заметить, что промежутки между наемом войск весьма серьезны. И, наверное, имеет смысл даже в малых поселениях строить что-то типа казармы. Чтобы просто у нас больше войск можно было нанять. Это придется делать. Хотим мы этого или нет. Дальше. Я так понимаю, это наши маги будут, да? Да, это дальний бой. Пятак. И стоит это просто охренеть сколько, друзья. Цена найма 1100. Содержание 400. Это самый простой и магический, я так понимаю, отряд. Пепельные рабы. Или это вообще не магия, а просто ребята с огнестрел. Хотя здесь огнестрела нету. Значит, все-таки магия. Блин. Я немного путаюсь. Ну ладно. Дальше. Пепельные упыри. Более прокаченные ребята. Давайте их будем сравнивать. Они стоят уже 1500 в наеме. Содержание 700. Чуть ли не вдвое. А по характеристикам дальний бой увеличен на 2. Не 5, а 7. Ну и сами по себе. Если здесь они в ручном бою 4-5. То эти уже 10-9. Уже покруче ребятушки. Жалко, описание не переведено. Ну, надеюсь, следующие новые версии переведут. Итак, что они могут-то? Пробивают доспехи. Преимущество в пустыне. Пугают. Атакуют. Боевой дух. Повышенный вынослизм. Ну и главная, главная фишка нашей фракции. Это пепельные отродья. Вообще монстры какие-то. Какие-то монстры. Их всего лишь 20. Но стоят они, скотина, 8000 найма и 1000 содержания. Но это просто мрак. При этом дальний бой у них 10. На 3 единицы больше, чем у пыреи. Но при этом ближний бой и защита такая же, как у простых рабов. 4-5. У этих 6-5. На 2 единички больше. Плюс их всего лишь 20. В то время как рабов и упырей по 80. То есть, я так думаю, цена-качество. Лучше всего брать упырей. Да? 1500-1700. Ну, наверное, норма будет. Думаю, надо заказать. Так, прежде чем заказывать, подождите. В Дага Тури сперва нужно заказать другое. Так, тут, кстати, появился пик Лоака Спящего. Три хода 9600. Но это все то же самое. Только улучшенная версия. Можно будет заказывать большее количество. И кроме всех тех, кто есть, рабов и упырей отродив. Появятся еще маги дома. Дага Тури. Дага Тури. И поднявшиеся спящие. Это вообще круто. Элита, так сказать. Но, как мне кажется, это преждевременно. Все-таки по деньгам я еще не настолько крут, чтобы это строить. И мне больше, честно говоря, хочется построить другое. За 8000 резиденцию Морок Тонг. Кто не знает, Морок Тонг это муравинское... Муравинское, так сказать, темное братство. То есть гильдии убийц. Называется она Морок Тонг. Ну, там, конечно, различия и философии. И еще в чем-то. Но я в это вдаваться не буду. Кто хочет и кто подробности знает, может в комментариях прояснить ситуацию. Так, единственное, это ухудшает общественный порядок. Наш на 15%. Ну, здесь 120. 120. Если что, мы всегда можем понизить налоги. Ну, и здоровье подрывает на 10%. Кстати, здесь неплохое описание есть. И кто хочет на паузе, может с ним ознакомиться. Я читать не буду, потому что это очень много времени занимает. И не все это хотят слышать. Кому-то вообще без разницы. Конечно, очень дорого. Очень дорого 8 тысяч. Но надо. Надо. Так. Ну и в призрачных вратах тоже, возможно, что-то стоит построить. Я вот думаю, может быть здесь башни построить. Дополнительное укрепление. Стрелковые башни осыпают нападающих градом стрел. Это, конечно, круто звучит. Но вот вопрос в том, построится ли. То есть, там мы видели новые, такая, необычные врата. И появятся ли там эти башни, которые будут стрелять или не появятся. Вопрос открытый. То есть, я, например, лично не знаю. Да и денег жалко. Столько тратить. У тальснов улучшенные есть. Это, наверное, преждевременно. Переобучить можем кого-нибудь? Нет. Ну вот я, наверное, закажу еще жреца. Уже третьего. Чтобы еще быстрее это дело вошло. Можно, наверное, заказать здесь казармы за 1200. А у нас, может быть, где-то есть похоже. На самом деле, вот в этих двух похоже. 155 и зазорный пост. Всего лишь 600 монет. Это дешево, я вам скажу. Давайте построим зазорные посты. 600 монет везде. Нам это пригодится. Так. И тогда, и тогда наверняка вдруг запляшут. Но я обещал не петь. А 1200 это дорого. Наставим на следующий раз. В этот раз мы в Дага-Туре закажем все же. Пепельных рабов и пепельных упырей. Кстати, эти отряды строятся аж три хода. Так что, лю-лю-лю-ля. Мы, наверное, тогда и накопим 8000. И отродий закажем. Или все-таки не будем. Тысяча содержания. Больно ударят. Больно. Ну да ладно. Это все так. Что бы это ни было, мне это не интересно. Три благословения. Мы избраны богами. Это Муцера. Муцера. Так, ты подожди. Нам нужно понять, где вообще у них город. Быстрее. У меня мало времени. Так, мы нашли, друзья, поселок Хлоалу. Под названием Балмура. Кто играл, опять-таки же, в Моровинт. Прекрасно известен этот поселенный пункт. А нам его нужно захватывать. Да, я там... Я так понимаю, этот... Непонятно, как нам лучше идти. Здесь горы, здесь горы, 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 горы. Тогда нам нужно идти вот так. Близится только конец. Да, идем вот так. Отлично. Здесь призрачные врата. Что еще? Засунем нашего генерала. Из Андросала. И все будет хорошо, друзья. Хорошо. Так, ну мы все сделали. По идее, у меня 3000 осталось. Значит, мы можем заказать. Все же. Казарму дозорных. Потом бы еще бы... Еще бы и... Кожевину и мастерскую заказать. И стрельбище заказать. И попробовать лучника. Все-таки глянут. Вдруг кто-то появится. В общем, расходы, расходы. При этом, после захвата Балмора, я хочу поставить... Все же вот здесь, на перевале, форт, крепость. Да и вот здесь она не помешает. На самом деле. В общем, задумок много. Ладно. Поехали дальше. Ну, я думаю, друзья, вы все это видели. Сейчас у нас будет серьезный махач. Там целая халаалская армия. Которая решила, что и все можно. Так. Во-первых, у меня появился еще один агент. Уже 13%, между прочим. Вот этого товарища мы сразу пошлем, значит, сюда. А здесь есть проход! Ёпана мать! Я не знал, что здесь есть пароход. Че ж ты так хреново показал-то мне? Я бы тогда так прошел. Так. Ну, эти пускай двое пока что стоят рядом. Да, жреца наняли этого. На 16-м месте мы, друзья, находимся. У нас 6900 монет. Можем что-то построить в призрачных вратах. Алтарь снов. Слишком жирно. Ну, давай вот казарму дозорных. Опять. Здесь пока что все заказывается. Хорошо. Ну, и теперь нам не пропустить бы эту армию. Благословение, сэр. Да. Это тебе с рук не сойдет. Мы отступили, чтобы не попасть в засаду. Твоя голова будет моим новым трофеем. А мы не можем напасть, да? Близится твой конец. Чего ты хочешь? Твоя голова будет моим новым трофеем. Фух. Это на самом деле хреново. Твоя голова будет моим. Чужие, что еще? Ну, вот какой-то у них есть навык скрытый. Они смогли прямо вплотную к нам подойти, чтобы мы их все равно не видели. Тем более, тут нет никакого ни леса, ничего. Ну, не знаю. Может, у них у командующего такая есть. Да у них даже генерала нет. Ё-моё. Ё-моё. Надо было, наверное, соглашаться о сражении. Чужие странцы достали. Быстрее у меня мало времени. А здесь вот так обходить придется. Понятно. Куда мы идем? А вот и второй населенный пункт Хлоалу. Называется он Хлооут. Здесь три отряда. Здесь один отряд. Ну, все ясно. Все ясно. Так, что будем делать? Хвала Алмали. Три благословения. Тринадцать процентов, да? Тринадцать процентов. Это мало. Это мало, 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 мало. Что у нас по поселку, Ман? Ну, еще строится. Ну, что ж, делаем ход. Так, ну, мы видим, что армия Хлоалу не ушла в какой-либо город. Не пополнилась, а лишь немного отошла. Но это их ошибка, друзья. Это их ошибка. Сейчас они получат по лицу. Так, новая невеста. Это прекрасно. Новое задание. Подкрепление. Совет. Написание. Призначенные врата хотят четыре отряда получить. За это мы в награду мы получим войска. Четыре отряда. У меня здесь вообще армии нет. Три благословения, сэр. Так, раз. Муцера. Два. В чем дело, сэр. Три-четыре. Задание выполнено. Так. Свадьба. Свадьба, свадьба, свадьба. На пятки ничего не дали. Ну и шутка с вами. Итоги хода. Шестнадцатое место у нас по-прежнему. Мы, кстати говоря, не шутя сельское хозяйство на шестом месте. А, я ржу не могу, учитывая, что у нас его нет. Это, конечно, весело. Население на десятом месте. Не шутся. Ну ладно. Во всех наших городах построился дозорный пункт. Что нам это дает? Нам это дает возможность везде нанять два отряда. Коллеги Карпруста и видящие. Ну, видящие вообще халяву стоят. Я думаю, их надо построить. Так, подождите, что по деньгам? Три-четыреста. Я думаю, что надо построить вообще всех. Потому что вторую армию нам в любом случае надо формировать. Плюс я вот этих видящих, наверное, оставлю за место ловчих. Потому что они будут бесплатными, скорее всего. Скорее всего. Но это не точно. Так, везде ли я заказал? Везде. Так, подагод уру нашей столицы. Восьми тысяч у меня пока что нет. То есть здесь остался один ход. Здесь тоже все устроится. Все хорошо здесь тоже устроится. Все прекрасно, друзья. Все прекрасно. По религии уже 20%. Здесь религия 13%. Неплохо. Ну, все, друзья. Сейчас мы будем бить лицо. Будем бить лицо. В первой нашей открытой битве. Итак. Войска Великого дома Хлоалу. Выглядят они весьма-весьма экзотично. В броне костяной. Из каких-то там животных. Насколько я помню. Войска серьезные. Как видите, 12-14. Простые мечники. Есть копейщики. Это 7-13. Кстати, отряд копейщиков в домах Лаалу единственный здесь. Это хорошо. Мы их ни с кем не перепутаем. Значит, здесь командующий. Этого командующего обязательно надо убить. Ну, а дальше у них еще 4 отряда. Есть ополчение Моровинга. 5-9. Есть ополчение лучников. Небо таких. Небо с радостью. Хорошо, что они не качаные. Это меня радует. Можем, кстати, напасть ночью. Но я боюсь, что здесь, в отличие от Булатки, Светлые ночи нельзя сделать. А если кто-то знатоки этой версии есть, подскажите вам в комментариях. А мы попробуем все-таки днем. Поехали. Так, ну что же. Разворачиваем войска. Карта отвратительная. Я вам могу сказать сразу. Отвратительная над тем, что здесь какая-то всякая лесистая местность. Ни хрена ничего не видать, не понять. В общем, плохо все, плохо. Так, ладно. Давайте как-то строиться. Блин, ну, честно, мне не нравится это все дело. Бур-бур-бур. Ладно. Первая линия есть. Вторая линия тоже есть. Я еще пока что думаю, пока что думаю. Ловчий не вариант. Ловчий не вариант. Ну, тогда, тогда. Блин, мало, мало три. Хотя, че, мало. Мы схреначим сейчас и будет много. Три отряда, да, впереди. Какая-то, какой-то просто неземной шоблой. Тут, блин. Экрана не хватает, чтобы это выставить. Отлично. Дальше, 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 значит, по два. Отряда вот этих небегунгов. Они будут заходить, значит, далеко во фланге. Вот прямо совсем далеко во фланге будут заходить. С намерением выйти уже вообще в тыл. Вот. Такие ребятюшки. А во фланг, блин, не хватает ни одного отряда. Ну, ладно. Значит. Я, блин, не смогу, наверное, управиться. Хотя, наверное, смогу. А может, не смогу. Печаль какая-то. Здесь два отряда этих коллег. Они будут заходить именно что... Во фланг. Не в тыл, а во фланг. Так, хорошо. С этим понятно. Дальше. Дальше. А, ну все. Мы уже всех поставили. Единственное... Непонятно, зачем я ген поставил впереди. Они должны вот здесь встать. Да? Да. Так, ну а теперь можно тупо всех выделить. И сделать вот так. Поехали. Так, противник. Противник. Что будет делать противник? Давайте глянем. Ну, что-то они там между грибами делают. Мне просто непонятно. Тут как-нибудь что-нибудь двигаемся, да? Так. Я вот, кстати, не вижу. Так, ну-ка отставить. Такое ощущение, что они неправильно все это делают. Пуру-пуру-пуру-пуру-пуру-пуру-пуру-пуру-пуру-пуру-пуру-пуру-пуру-пуру. Надо как-то попроще. Первая моя битва, друзья. Этими видами отрядов. Я еще пока не всекаю, как мне лучше-то все делать. Так что не обессудьте, не обессудьте. А почему вы идете назад? По-моему, они тоже немножко с ума сошли. Так, бежать заставлять не будем. Так, мои мещеньки. Давай здесь линии выстраивайся. За ними, значит, генералы. А дальше... Вот эти два отряда, значит, пошли вон туда. Эти два отряда пошли вот сюда. Эти два отряда пошли вот сюда. Этот товарищ тоже сюда. Ну, вроде все. Всех я занял делами. Отлично. Сейчас здесь и выстроятся мои войска в центре. Мы их как-то... Как-то подобъединим. И дело пойдет, я надеюсь, получше. Противник в непонятках. Как мне кажется. Э? Ага. Вон у них отряд пошел. Это чудесно. Это чудесно. И сюда приближаются лучники, я так понимаю. И еще отряд пошел. Это хорошо. По частям бить вообще весело. Так. Так. Вот эти ребята пошли вперед. Так. И здесь тоже ребятишки. Три отряда побежали сюда. Парни. Парни. Давайте их окружайте. Отлично. Пошла жара, друзья. Жара пошла. Вот только вот эти как-то у меня здесь сильно тормозят. Они не успевают окружить. Так. Мишеньки. Они сдерживают. Отлично. Кэпа грохнули. Кэпа грохнули. И они побежали, друзья. Они побежали. Так. Так. Закрываем, друзья. Закрываем. Так. Проходите сюда. Если ничего не изменится, мы победим. Три моих командующих. Ну, вот сюда побежали. Так. Здесь один отряд. Идите сюда на помощь. Ну, и как я говорил. Наши войска, они очень сильно пугают противника. И противник тут же начинают давать стрякачам. И нам остается лишь догонять их, убивать. И здесь, ну, очень, очень сильно не хватает коницы, друзья. Просто песец фаталити. Вот была бы сейчас хоть один бы конный отряд. И противника была бы вообще вот тут. Не знаю. Мы бы его не то что в золото. Мы бы его в платину прокачали бы. Просто такая численно здоровенная у противника. А вот здесь вот проблемы. Здесь проблемы, честно говоря. Я не понимаю, почему они до сих пор сражаются. Вот эти гады. Но нет, он уже побежал. Все. Пора покончить с ним. Продолжаем битву. Нам нужно как можно больше здесь сожрать. Как можно больше. Пока что он 360. Командир Варл. Командир Варл. Мы тоже потеряли прилично 9%. Учитывая, что у нас было там... Я не помню, сколько, по-моему. По 3000, что ли, у нас было. 10% от 300 человек. Ну, радует то, что у нас все же самые простые войска несли потери. Хотя и наши мечники тоже получили стрелу в глаз, по всей видимости. Вот этот отряд вообще не знаю, где он так умудрился тридцатку потерять. Ничего, ребята. Нельзя же так. Так нельзя. А так гоним, друзья. Гоним. Он видится сами. Здесь должны отличаться наши гончие. У них скорость пиди должна быть довольно-таки высокой. Даже эти из себя конницу изображают. Бегут параллельно. Найти-то уж за ногу-то. Но нельзя же так. Вот, хорошо кушать. Так, и здесь тоже кушайте. Ну и надо дело все ускорить. Чтоб процесс еды шел быстрее. Вон здесь мы видим, что кто-то отвернул вообще. Так, эти все сожрали. Давайте теперь этих сжираем. Вон, за двоими-то не гоняйся. Ты этих убивай. Двое-то не страшно. Главное, жопа. Жопа у нас, как я и предполагал, это, блин, догонять убегающих. Ну, он уже 770 мы догнали. Но все равно довольно-таки много народа у Хлаала убежит. И нам придется их по городам искать потом. 140 лучников убежал. Еще и лучников. Ух. Совсем плохо. Ну, здесь буквально всего лишь 9. 9 рыл убежало. Ну-ка, вот это говно загоняйте, загоняйте. Так, а ты вот это встречай. Какаху. О, здесь 30 убежало. Здесь 44. Ну, 900 человек уже мы догнали. Давай-давай, в коробочку их. В коробочку. Давай, парни. Вот зомби-апокалипсис. Хотели? А вот он, он зомби-апокалипсис. Всех догоним, всех съедим. Вкусные мозги. Хе-хе-хе. Догоняйте. Догоняйте. Почему? Давайте ускоряться будем. Косарь-то будет. Ну, если бы вы еще бы себя вот реально конницу бы не изображали, было бы вообще хорошо. Так, а здесь всех догнали, да? Ну и... Ну и все. Тут он вот эти вот бегают еще. Не убеганки. Не убеганки. А ну, сейчас догоним и сожрем. Десерт. Десерт, друзья. Хе-хе. Бегает десерт. Спасайтесь. Не, не спасетесь. Все. Амба. Полагалось, мы победили. 250 человек. Ну, даммеров. Даммеров потеряли мы. С трех тысяч нам противостояло в два раза меньше. Но у них было мало лучников, давайте признаем это. У них не было командующего. Я вообще не в курсе, есть ли у них конница. Нам и лучников хватило, чтобы мы потеряли довольно-таки много народа. Но, но, но. Так, полная победа. Мы собрали 999 пленных. Будем сейчас убивать. Да. Во славу дома Дагата. Как-то так. Ну, и нам главное открывается, открывается путь на два халаовских города. Ну, конечно, я бы хотел его, да, отпустить там дырым-пырым. Ну, блин, денежку получить. Но, потом с ними снова биться я не хочу. Казнить. Ну, вы сами видели, смогла какая-то часть отступить. Был здесь всего лишь, вот, где был один отряд. Может быть, два. Второй построили в Балморе. Теперь аж пять. Это, конечно, плохо. Так, отношения ухудшились с домом халаовом. Но мне как-то по барабану. Ну, и наш лорд Дагатур улучшил свои характеристики. Теперь он отмеченный. Плюс один к верности. К самому себе, по всей видимости. Ну, и, кстати, друзья, мы наблюдаем с вами довольно-таки интересную картинку здесь. А, собственно, мы видим трибунал. Да-да, тот самый трибунал, который стоит теперь из трех полубогов. Даже не полубогов, можно сказать, богов или полубогов. Кому-кому как нравится. Я обещал в прошлой серии, что расскажу вообще эту историю. А история заключалась в том, что, вы помните, в описании говорилось о войне между Данмерами и Двимерами. Когда Двимеры решили создать какого-то там гигантского голема, ТДТП. Нашел среди данных миров герой, Неревар. И он со своими четырьмя друзьями, спутниками, пошел побеждать, воевать. Завалил он, короче, этого голема. Вырвал там его сердце, которое было какое-то то ли божественное, то ли еще что-то. Там были какие-то инструментарии, которые это сердце могло там, короче, что-то из него вырвать силу, кому-то передать. В общем, такое закрученная фантастика, фэнтези. Одним словом, когда Неревар получил это сердце, то мнение спутников разделилось. Вот. Эта троица, которая ныне известна как трибунал, захотела сердце сохранить. Исследовать, и, возможно, использовать. Вот. А четвертый спутник, которого здесь нет, к сожалению, но за которого мы играем, Дагатор, воспротивился. Он сказал, что это сердце нужно уничтожить, и т.д., и т.п. Вот. Но Неревар прислушался к мнению большинства, и сказал, что сердце будем изучать. Тогда уже Дагатору спротивился этому, и отказался отдавать сердце, которое он на данный момент охранял как раз в глубинах Красной Горы, где сражение происходило. Тогда Неревар его убил. Он его убил, сердце забрал, отдал вот этому чудику, я не помню, как его зовут, на изучение. И этот чудик его изучал, изучал, и доизучал из-за того, что смог из этого сердца вырвать силу. Вот, божественно. Когда Неревар об этом узнал, он сказал, что ни-ни-ни, так дело не пойдет, никакой силы вам ни хрена не надо, сердце отдавайте, и будем его просто хранить. Ничего с ним больше делать не будем. Вот. Тогда уже эта троица взяла и убила Неревара. Неревара, это слово о том, потому что не стоит этот самый трибунал считать какими-то хорошими ребятами, да? Хорошие ребята просто так своих там друзей и предводителей не убивают, а они это вполне себе на это пошли. И когда они убили Неревара, это чудо вырвало божественную силу, и все трое получили ее, стали полубогами. Как этого звать, я не помню, но он именно за механизм отвечал, и он довольно-таки поверт на все эти механики двемеров. Этот посередине, это Вивик, его честь, или он был в городе так назван, в общем, вот Вивик, и он там обитает, по идее, по-другому его еще называют Век. Эта баба, я не помню, как она вам назовется, довольно-таки, замысловатое имя, я помню только одно из ее имен, Айя что ли, вот как-то так. Вот эти трое теперь и составляют, собственно, трибунал, отвечающий там за справедливость, добро, но если каптуть чуть глубже, то возникает понимание, как они к этому божественному пришли, и понимаем, что не все так просто. В общем, в общем, друзья, дела вот такие вот. Что мы будем делать? У нас два города, и эти два города нужно брать, друзья, нужно брать. Здесь трое, да, трое. Ну, мы возьмем тогда Вимина, Вимина возьмем, дадим ему, дадим ему что-нибудь, что-нибудь. Вот эту, дадим, дадим. Чего ты хочешь? В чем дело, сэро? Еще вот этого, этого. И сойдет. Не хочу, чтобы нас видели вместе. Ох, а здесь в этой деревне-то нету, всем на самом деле можем сразу спусковать. Чего ты хочешь? Тогда я еще вот этих присоединю. Тебе конец. Да и мое, как ты промахнулся-то. Хе-хе-хе. Ну да ладно. Мне это неинтересно. А основной армией мы тогда пойдем на Балмуру. Можно было бы, конечно, и... Всем вместе, но я не думал, что это стоит того. Так, ну Балмор-то со стенами. Тогда давайте возьмем три тарана и начнем осаду. Что у нас там? Еще раз отношения ухудшились в дом Хлаву, стали они отвратительными, но нам как-то вообще пофигу на это дело. Давайте сохранимся и, собственно, проатакуем Хлаву. Что у нас там сидит-то? У нас там сидит, между прочим, полководец дома Хлава. Видам Дрен с двумя отрядами ополченцев Моровинга. Силы слабенькие, главное вот Гену забить. Но у него довольно-таки много всего. Вы гляньте, знамя Хлаала. Является герцогом этого острова нашего Вандерфелла. Имеется ибоанитовый меч, ибоанитовая броня. Советник Хлаала. И еще и стрелок. Только у него стрелков нет. Хотя есть. Вро, есть же. У него уже стрелки, да. Мужчин. Ну что? Побежали. Ой, проклятый. Отхочется связь. Так, ну, погодка мне не нравится. Давайте какую-нибудь более, более интересную найдем. Ясную. Ясную. Солнышком. Ну, хотя бы вот так. Хотя бы вот так. Итак, что у нас тут? Некий данмерский поселок. Жалко, архитектуру они все-таки не спилили до конца с игры. Было бы прекрасно. Было бы прекрасно. Я так думаю, что только некоторые более-менее известные города были изменены. Остальные нет. Ну что же. На нет, как говорят, и сюда нет, да? Давай, значит, все сюда для начала. Ну и ясное дело, что какие-то силы надо будет нам кидать в обход, да? Чтобы заходить, заходить с разных сторон. Все, поехали. Значит, вы вперед. Вы вперед. А вы, значит, по другому пути. Вот сюда вперед. А, у меня еще подкрепление есть. Ёбарна мать. Точно. Мы же еще один отряд там подводили куда-то. Я его хотел, собственно, присоединить. Присоединить хотел. А вместо этого получилось, что он сам по себе отдельно появился. Черт знает куда-то. Пока он добежит, полгода пройдет. Итак. Ну, они все здесь вместе. Стоят они в своем квадрате. Убегать не собираются. Это, конечно, плеха. Это, конечно, плеха. Ну, сейчас подождем, пока у нас все займут свои позиции. По-хорошему бы вообще. Вот так сделать, чтобы они шли, а не бежали. Чтобы энергию не тратить, да? Ну, будем ждать. Когда вы уже там дойдете? Дошли. Эти тоже дошли. Остались эти. Но мы их ждать, наверное, не будем. Да? Или будем? Ну, давайте подождем. Е-мое. Только пускай они уже бегут. Пускай они выдохнут в свою баню. Просто по времени я все же ограничен. Понятное дело, что если бы я играл сам для себя, то я бы спокойно пошел бы на кухню чай заваривать, а они бы здесь шли бы. Никаких проблем. А так я ограничен я. Ограничен я. Так, ну, пока все вроде как нормально. Давайте скорость снизим и все-таки начнем процесс. Процесс начнем. Пошли ребята вперед. Пошли ребята в бой. Вы пока что пошли сюда. Нет, один в бой. Вот этот в бой, а этот пока что сюда. Так, здесь ребята пошли сюда, а второй отряд вот этот вот сюда. Все. Так, с этой стороны у нас еще один подходит, значит, сюда. Все, пошел махач, друзья. Где там лучники-то? Вот они, да. Отлично. Смогли пройти мимо. И вот давай в лучников. А вы давайте воинов хлаву бейте. Давайте, вбегайте. Тоже вбегайте. Ну, хорошо. Лучники больше уже не работают. Они крайне заняты. Поп trilogy. Бавар 70 g. 17 на 31. Потери есть. С этим ничего не поделаешь. Ну, прибежал наш еще один отряд. Сейчас ударит. Еще раз в спину. Вот это заваруха у нас Друзья тут Махач просто кино Просто кино Ну лученькие у противника Сыплются только в путь А вот здесь вот похуже Здесь надо немножко развернуть На воинов Наших ребят Враг потерял половину армии Парни давайте быстрее калеки Ну хоть что я хочу от коллег Ты ё моё Видите как бегают Как калеки Как назовешь отряд Так он и побежит Ну сейчас он подойдет Ровно спину ударит И противнику совсем поплохие 22% Конечно Жалко за наших Но Ничего не поделаешь Блин А мне вот эти отряды Конечно Пока что еще не восполняемые У меня еще нет таких казарм Все Все калеки добежали Добежали калеки И вот этот вот отряд Честно говоря Надо его отводить И он туда и бить Блин ребят Почему такие непослушные Я вас не туда посылаю Хотя пофигу Давай проходи И вот вы в этих гадов Вливаетесь 26 на 80 Все Вытеснили мы Из квадрата Пошел захват уже Здесь Противник практически Кончился Ну конечно Вот этому отряду Калек Пришлось сложно Против отряда воинов Очень сложно Все же Калеки не для этого Подназначены Им будут По тылам Врываться Это да Но ничего страшного Были бы у нас Какие нибудь Я не знаю Лучники Там Баллист Хотя бы Хотя бы Баллиста Была Прорядить врага Разбить им строй Было бы Великолепно Надо Надо Поставить Построить Хотя бы Одну Постройку Для найма Баллист Ну 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 Ты хорош Своим Обесиленным Практически Тут завалили Эти Гондурасов Дом Торговцев Так Называем Ну там Кто Хлау Торговцы Толване Маги Редоран Вроде бы Воины Или Индарел Воины Ну кто то Из этих Двоих Воины Про адрес Я вообще Ничего не помню Ну и Осталось Буквально Двое Все Давайте Закругляйте Шустрей Да Есть Контакт 30% Потеряли Конечно Дофига Ведан Дрен Ну полководец Ребята Полководец Что Хотели Самыми Простыми Легкими Отрядами Бить Полководца Всегда Больно Да Даже В обычном Средневековом Сеттинге Попробуйте Командирский Отряд Убийц Вот Потеряли Л268 Противника Было Гораздо Больше Ну В смысле Наш Потеря 452 Захватили Мы Этот Поселок Сейчас Здесь Что-нибудь Грабанем Хотя Посмотрим Каковы Отношения Вообще Как Население Себя Поведет Сиродил Сиродил Моруинт Чернотопия Эльсвейр Воленвуд Прикольно Да Есть Контакт Друзья Есть Контакт Хлаут Хлаут Теперь Наш Ух Ух Сколько Тут Всего Набралось Так Хлаут Как видите Возможность Бунта И я Наверное Ооо Да тут Да тут Ребята Разницы Вообще Никакой Это Не Призрачные Врата Тут Вообще Населения Можно Сказать Нет Поэтому Будем Уничтожать Чтобы Не Было Восстания Вот Так Сделали Давай Заходи Так Здесь Давайте Объединять Возглавлялся Все Это Дело На У нас Дагод Вимин Стал Суровым Господином Получил Плюс Один Жестокости Сопротивление Бесполезно Также Вимин Получил В свиту Ветерана Плюс Безопасности Личной Плюс Один К авторитету При командовании Пехоты Это Важно Также Получил Щитоносца Минус Боевой Дух Плюс Два К здоровью Ну Такое Себе Целеустремленный Плюс К жестокости Еще раз И Многообещающим Командиром Он стал Плюс Два К авторитету Это Хорошо Это Это Чудесно 18 лет Три Звезды Знамя Деидрический Плумесяц Кираса Щитоносец И Ветеран Ну Неплохо Неплохо Совсем Даже Неплохо Итак Деревня Хлоот Что У нас Тут У нас Тут Доходы 380 Монет Население 400 Орыл Порядок Хороший Рост Населения Идет Строить Ничего Не Можем Надо Чтобы Численности Выросло Как Минимум Вдвое Давайте Тогда Снизим Налоги По 2% Пусть Заходят Тут Разница 50 Монет Для Нас Она Не Критична Так Что Ничего Страшного Так С этим Не Справились Единственное Еще Хотел Посмотреть 13% 13% У нас Имеется И Сюда Нужны Жрец Сюда Нужен Жрец Полюбась Уже Начинается Коррупция Потихоньку Так Ну Пока Что Так Пока Что У нас Жрец Идет Здесь Уже 20% Как То Призрачные Врата Область Призрачных Врат Очень Плохо Прокачиваться На Религию Нашу Мне Непонятно Отчего Оно Так Потому Что Буквально Вот За Один Ход Вот Этот Жрец В Провинции Балмор 13% Смог Сделать А Здесь Они Уже Третий Ход Стоят И Как Было Всего 20 Непонятно Ладно Этот Жрец У нас Пойдет В Деревню Деревню Пойдет Что Теперь Я Чувствую Что Мне Это Уже Не И Смотрите Что Смотрите Что У нас Здесь Под Побережью Следующей Провинции Опять Принадлежит Тамриэльской Ой Сиродильской Империи Сиродильской Империи Имперцам Короче Это Плохо Это Плохо Это Очень Очень Плохо Мы Избраны Бога Второй Жрец Тогда У нас Куда Мы Идем Здесь Постоять Хватит Уже Хвала Алмалек А вот Это Сюда Поставить Ну Здесь Вообще По хорошему Надо Вышку Поставить Чтобы Смотреть Что В Кальдере Происходит Здесь Кстати Между прочим Крестьяне Могут Поднять Мятеж Не шутя Это Было Было Прикольно Прикольно Давайте Нам Так И сделаем И Сделаем Э А ну Не туда Извиняюсь Так Буршка Не волк Влез Не убежи Не понял Да Я там Был Уверяю тебя Я там Такое Видел Че-то Я Куда Мы Идем Да Я там Был Уверяю тебя Я там Ба Это че Такая Глюка Что ли Ребят Строжевая Башня Дома Догота Но Она Не дает Наблюдение Совершенно Никакое Не открывает Карту И плюс Ее вообще Саму не видно Вот это Бак Вот это Глюк Знающие люди Поделитесь Наблюдением Это как Это только у меня Или у всех Или как это Случайно Быстрее У меня Блин 200 монет В жопу Ну ладно Ладно Так Первым делом Сохранимся Вторым делом Сейчас гляну Ух ты ж Ничего себе Вот это у нас Время то Время то За хорошим делом Пролетело Это друзья Вообще Незаметно На самом деле Уже чуть ли не час Идет серия Поэтому можно Закругляться И с Балмором И уже будем Разбираться Друзья Только В следующей серии А на сегодня На сегодня Практически Все Да Жаль 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 Но вот так Быстро Пролетело Время Захватили Мы лишь Одну Деревеньку Зато Побились В открытой Битве Это было Мощно Это было Круто Пишите Свои Свои эмоции Свои мысли Придумывайте Свои стратегии Делитесь Ими Как лучше Нашей Зомби Толпой Раскатывать Противника Не имея Ни коницы Ни лучников И еще Пока что Магов Нету Тоже В общем Мне будет Интересно Почитать На так Ставьте лайк Пишите Коментос Ну и конечно Подписывайтесь На канал Всего вам Хорошего Пока Пока